МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это агентство специальных расследований, и я, Вячеслав Разбегаев. Мы продолжаем. В 2007 году рода Хакенсакис обратилась к пластическим хирургам Беверли-Хиллз с необычной просьбой. УЗИ показало, что у её будущего ребёнка некрасивый большой нос. И врачи сделали малышу операцию прямо в утробе матери. Хирурги объяснили, что среда в материнском организме поспособствует тому, что следы коррекции носа, так называемой ринопластики, полностью исчезнут к моменту рождения. Так и произошло. На что ещё готовы люди в погоне за совершенством? И в кого может превратиться человек, ввязавшийся в битву за красоту? Попасть на такое шоу – всё равно, что оказаться на балу у Золушки. На глазах у сотен зрителей одна из принцесс всегда превращается в королеву. Наверное, для меня конкурс красоты – это был как моя мечта. В детстве мне всегда интересно было наблюдать за конкурсами красоты, за подиумом, что происходит. И вот однажды девушка из Ростова-на-Дону сама стала той самой королевой – «Мисс Россия-2006». Голубые глаза, светлые волосы, идеальная фигура. На конкурсе красавицу заметили братья Меладзе. А смогла бы Татьяна Котова прославиться, не будь она красивой. Стремление соответствовать идеалу и менять себя под существующие каноны красоты. Это заложено у человека в генах, говорят специалисты. А цель всегда одна – быть или хотя бы казаться успешными. Особенно в глазах противоположного пола. Какие же средства выбирают для этого мужчины и женщины? Разумеется, яркая и красивая внешность. Это понимали ещё неандертальцы. Они мазали лица углём и отрубали себе фаланги пальцев. А насколько далеко готов зайти человек разум? Что такое эталон красоты в классическом понимании? Издревле известны пропорции золотого сечения. Им идеально соответствуют Мона Лиза Леонардо да Винчи и Венера Сандро Паттичелли. Да Винчи обозначил эти пропорции и для мужской красоты в картине «Витруянский человек». Кронические параметры мужского тела Леонардо взял из трактатов римского архитектора и инженера Витрувия. Вглядитесь в эти идеальные черты признанных красавцев. Давид. Мраморная статуя Микеланджело. Аполлон Бельведерский. Работа древнегреческого скульптора Леохара. Два эталона мужской красоты. Канон и гармония, в принципе, одни и те же для всех народов, потому что это просто свойство восприятия человеческого глаза. Сегодня классического эталона больше не существует, утверждают специалисты. Остались только общие понятия привлекательности. Их диктуют кино, телевидение, мода. Давида и Аполлона сменили Дэвид Бекхэм, Брэд Питт, Дэниел Крейг и Криштиану Роналдо. А место Мона Лизы и Венеры заняли Арнелла Мути и Анжелина Джоли. То, что было красиво в древнее время, красиво и сейчас. Могут колебания грудь поменьше, грудь побольше, вес побольше, вес поменьше. Но что делать тем, кто не родился красивым, и чьи параметры не соответствуют золотому сечению? И вообще далеки от идеала? У каждой эпохи свои методы. Например, в средние века мужчины очень часто наносили себе специально рубцы на лице. Это считалось признаками доблести. Более того, что если, скажем, в конфликте один господин другому наносил резанные раны на лице, то это не являлось предметом судебной разбирательности. Греки купались в экскрементах крокодила, потому что верили в их укрепляющие свойства. Египтяне красили глаза тенями из свинца, не понимая, что ежедневно отравляют организм токсичным металлом. А японские гейши отбеливали лицо маской из муки и испражнений птиц. Китайские обычаи фарфоровых туфелек, когда девушкам в молодости бинтовали ступни, и, соответственно, они приобретали миниатюрные размеры. Во-первых, эстетически, потому что даже склонность китайского народа к этой микроэстетике. Во-вторых, женщина таким образом показывала, что она из высшего сословия. У диких племён своя эстетика прекрасного. Яркая раскраска, проколотые отвисшие губы, огромные кольца в ушах и длинные страусиные шеи. Они считают, что это красиво. Они могут подражать природе, животным. Ну, видят, какая у жирафа шея. Ну, и вот и мне такую бы неплохо сделать. Все эти модификации тела, они же имеют не только эстетический, но и ритуальный характер. Красота, она вообще очень ритуальна. Желание украсить и изменить своё тело дикари реализуют как могут, подручными средствами и примитивными методами. Цель остаётся неизменной. Приблизиться к идеалу красоты, принятому в их социуме. Специально при помощи искусственных устройств оттягивали мочки уха. Кстати сказать, в то же время мужчины при помощи специальных ухищрений удлиняли половой члена таким образом. Удивительно. Но с тех пор мало что изменилось. Только каноны красоты иные. А методы всё те же. Искусственное вмешательство в свою внешность. Во всём цивилизованном мире за это отвечает пластическая хирургия. Модная красота есть всегда. Она была, есть, будет. И пластическая хирургия – это красота, в первую очередь. Я одно время к этому относился так, как там, отрицательно, ну, скажем, скептически так. Сегодня я это принимаю. Лишь бы не изуродовали совсем. Специалисты фиксируют новую тенденцию. В нулевых процветали в основном женская косметология и пластическая хирургия. Сегодня клиентами специалистов по исправлению внешности всё больше становятся мужчины. Это даже перестают скрывать. Если раньше это было, ну, скажем так, некий мувитон, то есть это, ну, как-то неприлично, там, мужчина, и идёт к хирургу пластическому. То есть сейчас всё больше и больше. Я вот ещё особо ничего не делал никогда. Ну, хоть иногда, когда смотрю на себя, думаю, что-то хорошо будет что-нибудь сделать, но не резав себя. Какие-то есть сейчас такие. Куча разных препаратов, которые дают возможность как-то подровнять. Американец Джастин Джедлика в мире больше известен как живой Кен. Он человеческое воплощение друга куклы Барби. Думаете, он таким родился? Внешность Кена – результат 90 пластических операций. Ему нужно банально лечь под наркоз и встать другим. 32-летний Джастин потратил 110 тысяч долларов на силикон, ботокс, липосакцию и подтяжки. Американец вставил себе искусственный пресс, нарастил силиконовые бицепсы и увеличил мужское достоинство. Казалось бы, куда дальше? Но Джастин останавливаться не собирается. Он слишком буквально понимает выражение «нет предела совершенству». Такой человек не хочет ничего. У него нет контакта с самим собой, и он не готов работать над тем, чтобы этот контакт остановить. Безусловно, в результате такие люди уже не клиенты психолога, а это уже клиенты врача, как минимум психиатра. Скажите, вот вы бы согласились оперировать пациента, если бы он попросил вас собственное ухо пересадить на лоб? Опытный хирург Сергей Колесников точно знает. Сегодня по Москве ходит несколько человек, похожих на эльфов. Они появились после того, как в кинотеатрах с триумфом прошла сага «Властелин колец». Врач редко идёт на поводу у пациентов со странными просьбами. Но на этот раз пришлось согласиться. Те увещевания о том, что уши эльфа у героя фильма достигались при помощи накладок, их не убеждали. И мы соперировали несколько пациентов, используя там всевозможные ухищрения. Мода на преобразование неразрывно связана с технологическим прогрессом в медицине и косметологии. Стали популярными инъекции гиалуроновой кислоты. Все захотели губы, как у Анжелины Джоли. Когда вижу эти фотографии, как говорят их уточки, и думаешь, боже, ну как же вот была когда-то эта мода. Вот именно когда-то мода эта была, но она уже сейчас прошла. Среди пластических операций самой популярной всегда была и остаётся ринопластика – коррекция носа. К ней прибегали почти все звёзды Голливуда и российского шоу-бизнеса. Я в своей практике встречал просьбу сделать мне нос, как у Марвин Монро. Кстати, у неё нос оперирован. Второе место занимает женская грудь. Эта мода появилась в 50-е. С тех пор число обладательниц силиконового бюста растёт вместе с его размером в геометрической прогрессии. Стоит только появиться в какой-нибудь рекламной статье, где описываются импланты, наполненные каким-нибудь экзотическим наполнителем или какой-нибудь особой формой, как тут же появляется стайка девушек, которые требуют именно этот имплант, именно этой формы. Третье место в рейтинге самых востребованных делят подтяжка лица или посадца. Обе операции сложные и рискованные. Но людей это не останавливает. Я впервые вижу столь прекрасные мышцы мужского тела. О, смею заверить. Сейчас я в лучшей форме. Арнольд Шварценеггер разменял седьмой десяток. Но «Железные армии» по-прежнему в форме. И на сей раз не только благодаря спортзалу. Знаменитый киноактер, культурист и политик прошёл ряд процедур по омоложению кожи и сделал операцию по подтяжке бровей. Актёр даже избавился от своей выдающейся вперёд-челюсти. Теперь она приняла правильную форму. На самом деле мужчины более подвержены модным тенденциям, чем женщины. А почему? Потому что, по сути, мужчина более коллективен. Для него более значима оценка другими мужчинами, его достижений. Для мужчины важна всё-таки физическая форма более так вот в этих местах. Что-то там грехотаете. В последнее время что-то очень мало, он вообще занимается спортом. Поэтому занимаюсь, ну, очень мало. Есть люди, вот, посмотрим на нашего Газманова. Ну, молодец, огурец, спортивный парень, красивый. Пересадка радужной оболочки глаз, наращивание волос на теле, вставка искусственных рогов, пластика пальцев ног, коррекция ступней. Сегодня хирурги способны полностью перекроить пациента по его желанию. Изменить внешность до неузнаваемости. С головы до ног. В буквальном смысле. Даже если удлинить конечность, или там, конечность на ту длину, которую хочет пациент, в дальнейшем происходит усадка регенератора. То есть, если вы достигли на момент окончания удлинения, там, из двух, на двух участках остеотдонии, там, скажем, 8 сантиметров, что является, в общем-то, какой-то себе непределом, то усадка может составить 2-2,5 сантиметра. Эпатажная певица Леди Гага всегда была недовольна собой. Она изменила нос, щеки и грудь. А в 2011 году звезда решила, что у нее некрасивая талия. И поэтому легла на операционный стол, чтобы удалить два нижних ребра. Они совершенно не лишние, эти ребра. Берут ради блажа. Вот это блажа, вот это, можно сказать, членовредительства. Поваренное увлечение всяческими модификациями тела – это в какой-то степени протест культурный против эстетического однообразия и эстетической унификации. Летом 2012 года 22-летняя жительница Бангкока Биньяпа Сеначан с красным дипломом окончила колледж. На выпускной девушка сделала себе подарок – комплекс пластических операций. Но результаты ее разочаровали. Сначала несчастная впала в депрессию, а затем повесилась у себя в комнате. Зачем люди идут на такие жертвы? Психологи подметили – для мужчин эксперименты с внешностью чаще всего баловство. К хирургу они идут, чтобы поддержать свой социальный статус. Выглядеть хорошо – это уже даже признак некого состоявшегося человека, который способен не только работать, но и следить за собой. Мужик должен быть все-таки с морщиной, с настоящей, с какими-то настоящими мужскими штуками. Мне говорят, что с годами, Витек, ты стал и то лучше, чем ты был тогда. Женщины же ложатся под нож чаще всего из-за заниженной самооценки, но всегда с одной целью. Логика, наверное, следующая. Сделаю пластическую операцию, стану красивой, найду олигарха. На самом деле это путь в никуда, потому что можно пройти к тому, чтобы быть совершенно идеальной внешне, но оказывается, что никому-то идеалы не нужны. Ведь по-настоящему мы любим людей далеко не идеальных. И мало всего прочего, очень часто мы любим людей из-за недостатки. Как станут выглядеть люди будущего? Такое исследование провел американский профессор Алан Квон и пришел к следующему выводу. Внешность человека будут формировать генетики, причем еще до рождения. Нужно быть высоким – сделают высоким. Изменить цвет кожи – нет проблем. Российские новаторы пошли еще дальше. Лидер проекта «Россия-2045» Дмитрий Яцков уверяет, что уже через 30 лет он станет первым человеком, чей мозг пересадят в бионическое тело, над созданием которого сейчас работают его сотрудники. Бизнесмен-новатор уверен – не за горами те времена, когда люди будут менять свои тела, как одежду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова